Киев 18-19 веков В этот же раз мы поговорим о некоторых самых запомнившихся преподобных той эпохи. Прежде всего вспомним о двух выдающихся подвижницах Киевского женского вознесенско-флоровского монастыря на Подоле. Схемонахиня Нектария в миру Наталья Борисовна Шереметьева Долгорукая родилась в Лубнах в 1714 году в семье с подвижника Петра I. Девушка рано осиротела, но получила достойное христианское воспитание. И когда ей было 15 лет, к ней посватался особенный, то есть особо близкий, друг юного императора Петра III, князь Иван Алексеевич Долгорукий. Они уже были помолвлены, когда Петр III умер от успы. Многие знакомые советовали Наталье расторгнуть помолвку, правила это позволяли, но девушка удивила своим ответом высший аристократический свет. Негоже, считала она, отказать любимому тогда, когда теперь он рискует оказаться в опале, если она с радостью готова была выйти за него замуж в минуты его политической успешности. Притворная борьба за влияние у трона после смерти императора Петра III обернулась для всех Долгоруких опалой. Молодые едва поменчались и сразу отправились в ссылку в Сибирь. В Сибири Наталья Борисовна родила двух сыновей, Михаила и Димитрия. Иван Алексеевич считал, что если дальше Сибири не сошлют, то там в ссылке он может говорить все, что угодно, что он думает о власти. В результате он был арестован и четвертован. Наталье Борисовне позволили вернуться в европейскую часть Российской империи, и она посвятила дальнейшие годы воспитанию сыновей. Когда они выросли, она переехала в Киев и приняла монашеский постриг в Киево-Флоровском монастыре. Киевляне уважались химонахиню Нектарию, относились к ней как к невинной страдалице, которая достойно понесла свой крест. Также она была благотворительницей. На ее средства обновили малую церковь, сооруженную на руинах Древней Десятинной, на средства Петра Могилы. В конце жизни, в назидание своему старшему сыну Михаилу и его супруге, своей невестке, матушка Нектария написала мемуары, свои ручные записки, которые ее внук Иван Михайлович издал в 1810 году, и которые пользовались большой популярностью и неоднократно переиздавались. В этих мемуарах матушка Нектария говорила о том, что выпавшее на ее долю страдания человеку перенести едва ли возможно. Но она и перенесла их с Божьей помощью, и что никогда не пожалела о своем выборе не расстолгать. Помолвку с Иваном Алексеевичем. Другая флоровская подвижница – монахиня Елена Бехтеева. Она родилась в Задонске в середине 18 века. Другом ее семьи был знаменитый святитель Тихон Задонский. Аскет, духовный писатель, епископ. Под его влиянием она приняла решение стать монахиней. Ее судьба не была внешне знаменитой, как, например, у схемонахини Нектарии, которая в бытности в миру была близка к российскому трону. Но многие испытания были в жизни монахини Елены. Так, когда она поступила в Воронежский женский монастырь, и за ее преуспеяние в духовной жизни ей позавидовала игумения этого монастыря и воздвигла на нее клевету и гонение. Матушка Елена вынуждена была на долгие годы покинуть монастырь, не имея права переселиться в любой другой. Она жила в лишениях за Киевом, регулярно приходя на богомоле в Киево-Печерскую лавру. Когда, наконец, ей удалось получить право на поселение в одном из киевских монастырей, и она собрала деньги на приобретение кельи в своей кошном флоровском монастыре, эта келья сгорела при пожаре, и пришлось все начинать сначала. Тихое, смиренное принятие вот этих испытаний и сделала ее знаменитой в своем монастыре, где она все-таки получила место и мирно почила в 1834 году. Быть может, ее судьба характерная для многих подвижнических биографий XIX века и не была бы столь знаменитой, если бы не одно «но». Однажды, уже в конце XIX века, на ее чугунном надгробии обратили внимание на загадочную строчку о том, что монахиня Елена почивает в гробе Тихона Задонского. К тому времени святитель Тихон уже был прославлен. Когда же у престолелых флоровских монахинь стали выяснять, как такое могло получиться, выяснилось. Святитель Тихон при жизни завещал раздать свое скромное келейное имущество бедным людям. Также он успел приготовить для себя гроб, но в этом гробе не был похоронен, потому что его тело, облаченное в полное архиерейское облачение, не поместилось в него, а гроб он смерил по себе простому монаху, жившему в затворе. Этот гроб и достался при раздаче келейного имущества матушке Елене, и она сумела его сохранить. Таким образом, по воспоминаниям стареньких флоровских монахинь, жизнеописание матушки Елены было восстановлено и издано. В 2009 году она была причислена к лику святых. Теперь вспомним о двух выдающихся преподобных XIX века в Киеве. Оба они были иноками Киево-Печерской лавры. Прежде всего, это знаменитый схиеромонах Парфений Киевский. Родившись в конце XVIII века, он почил в середине XIX. Это был, без преувеличения, человек-молитва. Он с юности мечтал молиться, молиться и молиться, как сам он однажды сказал. Он стержал дар непрерывной молитвы и совершал ее на каком бы послушании ни находился. Но ввиду его особого дара ему было позволено вести уединенный келейный образ жизни. Многих современников изумляла личность преподобного Парфения. Многие бывали у него на беседе, на исповеди. И среди воспоминаний о нем интересно вот это, оставленное одним из его собеседников. Он сказал, что когда посетил преподобного Парфения, то был поразителен особый взгляд этого подвижника. Пронзительный, глубокий, небесный взгляд. В то же время краткое наставление, которое преподал старец своему гостю, было, по мнению автора воспоминаний, вроде бы самым обычным, не каким-то оригинальным. Но отчего же, спрашивает автор воспоминаний, в одном случае слышишь то же, да не то же. Вроде обычные слова, которые он мог услышать от любого другого священника, но именно в устах преподобного Парфения они звучали по-особенному, проникали в глубины сердца и памяти. Другой подвижник, о котором нужно вспомнить, это преподобный Алексей Голосеевский в миру Владимир Шепелев. Он родился в обедневшей дворянской семье. Его отцом был офицер старого киевского арсенала, усердный труженик, который за всю свою военную карьеру не попросил ни одного дня отпуска и умер от инсульта прямо на месте службы. Его многодетная вдова обратилась к императору Николаю I с просьбой в уважение к заслугам покойного мужа оказать материальную поддержку семье. Такая поддержка была оказана. Сыновья Шепелева пошли по военной стезе, кроме одного, самого младшего сына Володи. Еще за 9 лет до рождения Владимира, когда его мать Мария Казимировна была беременна, владыка Воронежский Антоний Смирницкий, бывший наместник Киев-Пчерской лавры, предупредил ее о непростом испытании, которое ее ожидает. «У тебя родится сын-коллега, но не скорби, он будет Божьим слугой», сказал архиепископ Воронежский. Родился, однако, вполне здоровый ребенок. И только через 9 лет родился мальчик, который вовремя не заговорил, был немым. Лишь годы спустя стало ясно, ради чего была попущена эта немота. Как сын военного, Володя подлежал призыву на воинскую службу, обучению в воинском училище. Однако, когда поступили сведения о его немоте в военное ведомство, то он был заочно отчислен. Между тем, Мария Казимировна уже находилась в немолодом возрасте, и когда другие сыновья были пристроены, она очень беспокоилась за судьбу Володи. Однажды киевский митрополит Филарет Амфитеатров, который тоже был обеспокоен судьбой Марии Казимировны, пригласил ее с сыном Владимиром на богослужение в свой домовой храм в Лавре на Светлой Седмице. В конце богослужения, когда все по очереди подходили христосоваться к владыке Филарету, и в свою очередь подошел до Володи, владыка, зная о немоте Володи, как ни в чем не бывало, вдруг поприветствовал его пасхальным приветствием. Христос воскресе. Так он повторил три раза, и на третий раз мальчик ответил воистину воскресе. После этого чудесного исцеления владыка Филарет порекомендовал Марии Казимировне оставить Владимира на послушании в Лавре. Через год Мария Казимировна приставилась, а судьбой 14-летнего Владимира озаботился владыка Филарет. Благодаря владыке Филарету Володя получил хорошее келейное образование. По просьбе митрополита с ним на дому занимались профессора Киевского университета и Киевской духовной академии. У владыки Филарета был обычай. По ночам тайно развозить знакомым ему, нуждающимся киевским семьям, милостыню. И в этом деле Володя немало помог владыке. Филарет вымазывал Володе лицо и давал ему пакеты с деньгами или вещами на пороге тех домов, где была нужда. Делось это для того, чтобы Володю не узнали, как келейника митрополита. После кончины владыки Филарета Володя был зачислен в действительные послушники Киево-Печерской лавры. В дальнейшем он принял монашество с именем Алексей, был рукоположен во иродиаконы, потом во иромонахи и назначался на весьма ответственное послушание. Какое-то время он был резничем ближних пещер, потом служил в главном лаврском Успенском соборе. Он тоже раздавал бедным милостыню. И однажды двое нищих, которым он регулярно помогал, а однажды помочь не смог за отсутствием денег, обвинили его в том, что он якобы взял у них деньги взаймы и не вернул. Разросся большой скандал, в котором не было понятно, кто на самом деле виновен, а кто нет. И подальше от этого скандала отца Алексея отправили в ссылку в один из лаврских скитов в Голосеевском лесу, в Преображенскую кладбищенскую пустынь. Зная несправедливость этого приговора, отец Алексей грустил, но один из киевских юродивых, преподобный Паисий, встретив его на лаврском дворе, задал ему вопрос, не забыл ли отец Алексей, как несправедливо был осужден сам Христос. Услышав утешение из уст подвижника, который вроде бы не должен был ничего знать о приговоре, отец Алексей утешился и впоследствии говорил, что несколько лет проведенные в Преображенской пустыне были для него в духовной жизни самыми плодотворными. Через несколько лет его переводят из Преображенской пустыни на ответственную и почетную должность Ризничева Голосеевской пустыни и духовника лаврской братьи. Нужно напомнить, что Голосеевская пустынь с середины XIX века была летней резиденцией киевских митрополитов. Эту резиденцию открыл там еще покойный владыка Филарет Амфитеатров. Более 20 лет отец Алексей подвязался в Голосеево. Он стал духовником не только для братьев, но и для многочисленных мирян. К нему обращались за советом и поддержкой люди самых разных состояний. В том числе он помогал даже небогатым преподавателям киевских вузов. Стержав от Господа дар прозорливости, отец Алексей многих, вовремя предупреждая, уберег от духовных ошибок. Почил отец Алексей весной 1917 года. Уже произошла февральская революция, но еще не произошла октябрьская. У отца Алексея спрашивали, что будет дальше, и он предсказывал, что грядет эпоха гонений, но вместе с тем утешал. Придет и время возрождения. В 1993 году преподобный Алексей Голосеевский был причислен к лику святых. Нужно вспомнить и еще одного подвижника Киево-Печерской лавры, преподобного Феофила Христа Ради Юродиевого. Рожденный в конце XVIII века и почивший в 1853 году, преподобный Феофил Киевский, известный как Блаженный Феофил, запомнился тем, что он сочетал свой монашеский подвиг с юродством ради Христа. Юродство ради Христа особо трудный подвиг, когда под личиной безумия вполне здравомыслящий человек скрывает свои сугубые подвиги и делает это для того, чтобы, во-первых, сохранить скромность и удалить от себя всякий повод к похвалам, а во-вторых, для того, чтобы иметь возможность любому человеку, даже сильному мира сего, сказать правду в лицо, даже самую нелицеприятную правду. Об отце Феофиле лаврским послушником Владимиром Зноско в начале XX века было составлено подробное житие, куда вошли воспоминания киевлян, еще помнивших Феофила по общению с ним в своем детстве. Не во всем это жизнение описания документально, документальную биографию преподобного еще предстоит написать, но преподобный Феофил Киевский самый яркий из киевских юродивых XIX века, а их было несколько. Многие черты характера преподобного Феофила и даже целые диалоги, имевшие место между ним и киевским митрополитом Филаретом Афитеатровым, воспроизведены в знаменитом фильме Павла Лунгина «Остров» в связи с главным героем этого фильма юродивым старцем-монахом Анатолием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин